Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви Представьте себе, миллиардная католическая церковь, примерно 500-миллионная ортодоксальная церковь и 10-миллионный народ имели равные права в этих святых местах. Это имеет важное значение для армян. Христиане посещают Святой Иерусалим, паломники, веками приобщаясь к святым местам, творят благословение в этой местности, унося с собой его к своим истокам. Потому это важно для всех народов. Какие у вас отношения с израильской властью в настоящее время? Не безоблачные, хорошие. Нет вопросов. Временами случается недопонимание, но это бывает со всеми. В целом хорошие отношения. Несомненно, они признали нас в прошлом году, хоть и с опозданием. Каковы взаимоотношения армянской патриархии с представителями других конфессий в Иерусалиме? Очень хорошие, теплые. Они складывались веками и стали традицией. Даже если не будет проблем, люди скажут, что где-то что-то не так. У нас принято поздравлять друг друга с Пасхой. Если по телевидению увидите что-то в негативном цвете, не придавайте этому значения. У нас хорошие отношения и с мусульманами, и с евреями, и с другими христианскими конфессиями. Это естественные хорошие отношения, которые традиционно сохраняются. В мае должен прибыть Папа Римский. Ортодоксы выразили пожелание, чтобы армяне присутствовали на встрече с Папой. Таким образом проблем нет. С кем вы обычно сотрудничаете? С Богом. Какие взаимоотношения Иерусалимской Патриархии с католикосом всех армян? Первопрестольный святой Эчмиадин – это высшее представительство армянской церкви. Иерусалимский Патриарх духовно связан с католикосом всех армян. Высший престол – наш святой источник духовности для всех армян. В этом не может быть сомнения. Мы помогаем всем армянам по мере возможности в получении виз. Мы признательны, что они присылают помощь нам священников. Многие хотят видеть напряженность, но каждый видит то, что хочет видеть. Существует ли разница между армянами Сирии и Орданией, Израилем, Палестиной? Армянин остается армянином, где бы он ни был. Армянин остается армянином, когда он хочет чувствовать себя таковым. Если он принадлежит к апостольской церкви, это спасение. Где бы он ни был, он армянин. А что, армянин обязан быть в церковью всегда для определения его принадлежности? Мы многие века не имели собственной государственности. И кто должен был возглавлять народ? Церковь. Поэтому армянский народ больше связывает себя с церковью, чем с государственной властью. Это естественные связи между церковью и народом. Как Вы считаете, какова перспектива армян в Иерусалиме и в Израиле в целом? Перспектива армян вызывает все большее недовольство, как и у всех христиан, поскольку, к сожалению, в наши дни в Израиле, на самой священной для христиан земле, где зародилось христианство, не менее 100 тысяч армян не христиане. Через несколько веков христиан может не остаться. Это нехорошо и неправильно. Тут есть противоречия, которое должно быть устранено, и официальные власти должны работать в этом направлении. Принимает ли патриархия участие в судьбе сирийских армян в связи с гражданской войной в Сирии? Мы оказали им материальную помощь, другой возможности не имели. В прошлом году тоже помогали. Иерусалимская патриархия имеет в Сирии свои владения, вся годовая прибыль которых остается в Алеппо и в Дамаске. В этом году также высылали материальную помощь. Принимала ли патриархия участие в переезде армян из Сирии в Армению? Те сирийцы, которые хотели переселиться в Армению, столкнулись с равнодушием, и потому они предпочитают уезжать даже из Армении. Это плохо для нас, для армянского народа. Какова позиция патриархии в отношении возможности разрешения Палестино-Израильского конфликта? Армяне всегда искали мира. И естественно, в этих обстоятельствах хотели бы мирного исхода этого конфликта. У нас нет возможностей существенно помогать. Нас никто не спрашивает. Руководители церкви в особых случаях собираются и говорят о мире. Мы пытаемся поддержать и поощряем любой способ ухода от войны и насилия. Это единственный христианский путь к миру. Вызывает ли вас тревогу ситуация в мире? Украина, Ближний Восток? Нет, не вызывает. Ибо Ближний Восток имеет свои тревоги. Зачем заниматься Украиной? Я ничего не знаю о ней. Не имею представления о ней. Но услышал, что Крым с 90% русским населением хочет отделиться от Украины и присоединиться к России. Крым отделился и освободился. В Карабахе то же самое. Если мы, армяне, принимаем обстоятельства отделения Карабаха от Азербайджана, то должны принять их и для Крыма. Когда мы признаем, что присоединение Карабаха к Армении верно, то значит это верно и для Крыма. Мы с вами сегодня не сомневаемся, что признание геноцида армян – это самый важный вопрос для армянского народа. Способны ли усилия патриархии повлиять на признание геноцида армян со стороны стран, пока его не признавших? Первым государством, которое обязано признать геноцид армян, должен быть Израиль, потому что мы прошли по одному пути. Но, к сожалению, они имеют свои государственные соображения и не хотят порывать отношения с Турцией. Можно влиять не на Турцию, а на Америку, Европу. В тот день, когда Израиль признает геноцид армян, то и другие страны признают. А Турция, она все равно не наша. Роль Турции – это отношение невестки со своей свекровью. Обидеться, а потом помириться. Если весь мир признает, то и Турция, хочешь не хочешь, признает. Нет, в этом весь секрет. Сегодня Турция не готова это сделать, ибо это связано с материальными компенсациями. Исходя из этого, они не признают геноцид армян, имея неразрешенные земельные вопросы. Но если другие признают, то это будет этично с их стороны. В какой стране вы комфортнее всего себя чувствуете? Или вам это все равно? Мне все равно. Мы религиозные люди, и мы не угрожаем государству. Для нас основное – это мир. Кто хочет побеждать, пусть побеждает. Для нас важен мир. Что означает Иерусалим? Это город мира. Название должно себя оправдывать. Ваше заключительное слово. Что бы вы хотели добавить ко всему сказанному? Мы здесь, в нашей патриархии, имеем достаточно беспокойств и достаточно проблем. Как говорят, если ты хочешь чистоты, то надо начинать со своего дома. Одновременное разоружение всех солдат, основанное на законе, который все будут уважать. Это то, что требуется нашей планете. Я хотел бы, чтобы наша обитель превратилась в культурный центр, пригласить хороших учителей из-за границы и из Армении, и вернуть уровень 40-х годов. Я хотел бы, чтобы они были в проекте, чтобы не было в течение года. Спасибо. Что вы делаете? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...